привет зритель чё это чек сашана давненько я не снимала обзоров еды и бытовухи ну вообще вот такой конкретных покупок и давненько не было в аршане вообще хотела туда наверх съездить но так получилось что ко мне днем пришла подруга я думала с ней попереть туда но получилось что в общем мы с ней в итоге встретились в магазине ну я чё-то покупала вместе с ней чё-то еще покупала без нее ну ходила так это подхожу она так давно не виделись в общем мне как бы частично был дефицит чего-то еще вообще на самом деле я туда ехала я когда-то в ашане видела эмалированный ковшичек на сайте ашана посмотрела что он по 147 рублей ну думаю наверное чуть подороже был бы и значит думаю мне надо у меня такая трагедия века у меня сломался умер эмалированный советский ковшичек нельзя в нем теперь еду готовить можно только если воду черпать и цветы поливать или на волосы вид и у меня такая трагедия я думаю куплю там но видимо теперь буду покупать если приспичит в этом самом в азоне билайн что-то одурел уже третий раз за день рекламу что от короче у меня закончились губочки мне хотелось ковшичек мне хотелось кастрюлечку мне хотелось что-то еще и в общем я как-то так приличненько закупилась нужными такими продуктиками вещами поэтому зрители с этим интересным оставайтесь со мной до конца ролика будет интересно очень в общем я внезапно зритель прикинь я такой вообще сломок во-первых я узнал что у нас там за ашаном если к нему лицом стоять слева по руку дорога есть у меня подруга по ней провела эта дорога приличная я ее даже сфоткала и там когда-то даже были перильцы но перильцы уже сломали как она мне сказала она говорит уже приличный ряд и южу успели сломать каждый день губки пять штук около десяти рублей суши вообще бюджетно я считаю хорошие такие губки магните они по-моему по 15 стоят такого же размера губки губки каждый день для любителей марки каждый день просто знайте если вы такой же слава бог как я если даже узнаю да вот это все у меня вышло на семьсот пятнадцать рублей девяносто одну копейку вот это все сейчас я найду губки для посуды 9 10 рублей без копейки все бюджетно я по-моему да вот еще губки я нам пакетик купила как бы у меня с собой был пакетик из вайбериса но боялась что туда ничего не не все влезет в итоге как бы купила пакетик вот еще губки чтоб ты не думал что там антаж это действительно две упаковки губок еще смотри такие тут фиолетовые три фиолетовые губки зритель одна зеленая вот так я показываю тут они видишь возможно одна зеленая три красных три фиолетовых и две сильных крутые губки вообще какую-то губку за 106 рублей видела на вайтберис которая японская губка и без воды и мыло оттирает всякую такую хрень на по сути думаю потом заказать это крышка от кастрюльки мне как бы возможно точно такая же крышка есть вот она тут вот так у меня когда-то была советская такая кастрюлька и аж две штуки 2 я не знаю куда делась первая даже не помню что с ней случилось но по-моему мне казалось она сюда переезжал но что-то с ней короче случилось и я страдала что у меня нет этой самой такой кастрюльки а надо бы кашу мне раньше в ней бабуся варила и вообще мы как-то в такой кастрюле кашу варили слушайте такая вот новенькая чистенькая свеженькая крышечка алюминиевая от кастрюльки на 2,5 литра у меня есть 2,5 литровая кастрюлька от пароварки но она немножко другой формы и кажется большой а это вот не кается большой в общем вот тут такая крышечка шикарненькая пум-пум-пум сюда пока положу сама кастрюлька у меня в другом пакетике и поэтому я сначала достану молочко потому что оно там да кстати кастрюлька каждый день крышечка от кастрюльки я сейчас ее найду кастрюля алюминиевая 220 короче 230 рублей без копейки 229 рублей 99 копеек 230 рублей на зоне вайберса но похоже было дороже и я как-то это сначала хотела не покупать потом глянула вроде на вайберс она мне попалась там за 300 с чем-то думаю что надо купить рассушенную есть 5 апреля создано молоко каждый день простерилизованное 3,2 процента жирности целый литр 10 суток живет молоко цельное молоко обезжиренное нет это не торжок делает я подружке сказала что скорее всего торжок это город стародубрянская область ну тоже в принципе я еще другое увидела это было по скидке чуть ну на десятку что ли дешевле я говорю а по скидке надо взять по скидке мне еще подруга говорит ну ты попросите блинов сделаешь я как раз если что сделаю хотя тут на днях покупала ряженку магните пол-литровую вот думала ее как раз на блины так где у нас тут молоко там 30 38 рублей без копейки сейчас по ходу дела мода на эти 99 копеек в конце сейчас будет пакетик почему пакетик такой у нас в Ашане пакетик ты где а вот майка Ашан 3 рубля целых ровно 3 рубля пакетик вообще Ашановский пакетик дешевле чем магнитовский или пятерковский в дикте я не была давно так что не знаю но тут у нас наклейка о я помню очень переживающих зрителей которые до сих пор наверное переживающие со своей стеклянной крышки которую я кстати давно чуть не пользуюсь она потому что друг ну к этой теперь у меня другая сковорода эта крышка мне как бы не нужна она так слежит может когда-нибудь я и буду пользоваться снова короче у нее наклейка этот каждый день ее так и не отсобачила тут у нас 24 сентября двадцатого года сделанная 359 от АК 02 2 с половиной литра кастрюля каждый день суда хозяйственная из листовой вова алюминия травленная кастрюля для газовых плит и можно мыть посудомойки добровольная сертификация вот я в принципе вот ну может вот эта фигня не так была просто ровный тут край без вот такой штуки короче похожая кастрюлька у меня когда-то была какая она беленькая чистенькая прям вот ну серебро такое на заднице у нее наклеечка потом гахнет собачу и на переднице у нее сбоку наклеечка хе-хе-хе а это как-то может даже лучше отсобачиться ну короче я ее потом отсобачу вот двести тридцать рублей кастрюлька зрители вообще круто кастрюлечка так а это моя маска надо ее туда обратно вообще ее уже надо постирать ярославской области все еще носят маски зрители сыты из другой области дай знать в камень носят у тебя еще маски в обязательном порядке так у нас тут вообще что-то у меня как бы есть перчатки я купила упаковку но когда покупала такие вот все чувствуют и они были вроде нормальные другие покупала какие-то ну не очень а тут вроде такая же упаковка но по цвету какие-то они не такие перчатки не знаю магните покупала 170 чем-то 179 короче со 180 там видела похожие перчатки но что-то я так на них глянула я поняла что их оденешь и вот они тут же помрут поэтому я купила сначала увидела каждый день перчатки хозяйственный размер с одна пара по-моему они 30 рублей стоили перчатки вообще где до 30 рублей 99 копеек короче там в Ашане что-то всякая распродажа там в бухе я не везде побывала я бы если бы я была одна я бы может еще полчаса а может и час позависала бы в разделе муки но мне как бы ничего не надо у меня в принципе все есть и я особо-то ничего не хотела чисто за кастрюлями у меня даже мясо есть ну да может сыр колбасу но что-то я как-то у меня есть мясо свинина я могу ее за это зажарить затушить за что-нибудь с ней сделать я помню когда-то давно их обозревала возможно даже отдельным роликом я их так хвалила они жили ровно два месяца а потом в какой-то момент у меня то ли вилка то ли ножик то ли что-то еще короче в них впиявилось и пальчик прокололся а у другой он просто протерся но они все равно слушать два месяца жили и перчатки и я увидела вдруг ну что-то наверху женщина такая подошла с коляской или с ребенком и что-то там вроде и вот оооо Селеста посмотрела свой размер и это для него получила смотрю вау Селеста надо ее купить потому что я что-то давно ее потом не видела Селеста маленький размер перчатки хозяйственные латексные с хлопковым напылением перчатки Селеста нужны нам повсюду помогут мыть и плиту и посуду вот это вот голубая такая хренатенькая и тут еще сзади ну можно как бы руку померить и вот у меня вот именно этот тест и есть смолк сейчас скажу по чем кайф Селеста 54,80 слушайте ну как бы это недорого так но не настолько дороже бывает и дороже какая-нибудь просто фигня так у меня давно не было перца горошком раз у меня теперь есть гвоздика которая приправа то должен быть перец горошком мало ли я там замучу этот чай у меня там еще молотый кардамол есть каждый день перец горошком черный перец черный горошек 10 грамм что-то он очень бюджетно стоил я правда очень давно не покупала перец не знаю может это и не настолько бывает и бюджетнее где тут у нас перец так кастрюля сказала Майку сказала губки сказала Селеста перчатки тоже сказала так губки салфетки а вот перец горошком 7 рублей 98 копеек зритель прикинь не 99 а 7 рублей 98 копеек без двух копеек 8 так мне нужен был горшочек я как-то покупала но такая фигня оказалась на пустоматке ерунда ерунда на пустоматке вот тут наклеечка она быстро отсобачилась это у нас 14 сантиметров объем литр кашпот для орхидеи но я думаю у меня не орхидея я думаю особой-то роли не будет что это не орхидея ну в смысле пофиг что это не орхидея да сейчас я узнаю почему Кать мне просто один цветочек надо пересадить он уже корни пустил да и так рассадить надо надо только земли купить там какая-то очень большая земля была мне я конечно может быть и утащила бы но у меня и так всего остального было в общем был я рюзат на спине я бы может утащила еще на велике но так как я была еще на своем ходу своими ногами то не потащила кашпот 23 рубля 99 копеек короче 24 рубля без копейки потом куплю в местном магазине этой земли потому что мне еще надо огурцы посадить у меня сегодня одно семечко проклюнулось еще мне подруга отдала 200 помидорок каких-то две штучки тоже пересадить надо не знаю пройдут или не пойдут мне просто интересно пойдут у меня помидоры огурцы за свое время пошли пару лет назад я снова купила золушку чистящий крем чистота и блеск без царапин она в этот раз что-то по-моему дешевле была чем в тот раз я покупала ну тут небольшая она как бы тут 300 миллилитров может не ну не настолько выгодная покупка ну как бы много места не занимает так плиту помыть раковину помыть ванну если потереть она мне хорошо отмывает правда надо подождать и немножко потереть мою керамическую скользкую керамику которая вот раковина ванной туалет в принципе неплохо отмывает ну потом ванну я куплю белизной залью ее нахрен всю а потом окачу а так вот плиту еще что-то хотела какую-то штуку купить чтоб плиту помыть а потом свою духовку потом думаю хрен знает какая-то неизвестная марка потому что вообще деньги на ветер попробую может это и тут для кухни и ванной комнаты зеленое яблоко сейчас я найду где оно тут а вот она называется крем 36 рублей 10 копеек слушай зритель нормально за 300 миллилитров 36 рублей 10 копеек при этом оно не воняет какой-то химии не хочется от него чихать не болит голова не слезятся глаза купила себе салфетки влажные салфетки для рук каждый день антибактериальные 20 штук какие-то там были похожие гигиенические но тоже 20 штук но упаковочка поменьше видимо они размером были поменьше где вы тут салфетки 16 рублей 40 копеек так ковшичек так как не было малярованного ковшичка я сначала расстроилась а потом увидела просто ковшичек но и мне тупо в основе надо было ковшичек варить яйца куриные это был самый надежный ковшичек у остальных ручка одолбалась а тут как бы гвоздик просто такой металлический остальные гвоздики были голубенькие я сначала хотела с голубеньким гвоздиком а потом думаю о чем у меня этот гвоздик главное чтоб оно отдержалось Кружка сказала, что это очень тоненькое, но яйца варить нормально. Кашу-то, может, на ней не уделаешь. Ну, посмотрю. У меня есть просто маленькая такая стальная хренателенка. Но она не очень удобная. Хотя вот я в ней пару раз уже делала кашу льняную. Там лён, ну, вообще льняная мука. И овсяное толокно, по-моему. И сахара вообще добавлять не надо. Хотя я вчера немножко добавила виноградного, но, видимо, переборщила. В общем, всё-таки без сахара она лучше. Тоже вкусно. 21, 124-14. Ковш с ручкой 14 сантиметров в диаметр. Я путаю диаметр и радиус. Но, наверное, это вот так вот 14 сантиметров, да, тут. Чё-то подобное я видела, но стоит дороже на этих озонов в Вайберисах, Яндексах и так далее. Ну, в принципе, хороший такой ковшик. Я изначально вообще хотела эмалированный ковшичек и какой-нибудь такой алюминиевый у меня раньше был ковшичек, но он тогда умер, по-моему, ещё на механке. Там он совсем просто умер, у него что-то такое прохудилось, что ли, фиг знает от старости лет. Ну, а такой тоже почему бы и нет. Я не знаю, он на литр или меньше, тут литра, наверное. Ковшик-то где у нас? Так, а вот ковш, нержавеющий остались. Я купила масло, давно хотела такое купить. У меня подружка ещё, типа, я говорю, слушай, у меня тут как-то в одном масле разочаровалось, в другое масло вообще не покупаю. Я как-то виноградным попустила, может, потому что то, которое мне нравилось сейчас недоступно, либо очень-очень дорого стоит. Мне тупо жаба душит, оно два раза дороже стало, чем я его покупала. Муж меня просто виноградным попустила, кукурузным, я как-то не прониклась в салат, но не очень, а мне вот на какой-нибудь салатный льняное масло у меня заканчивается, льняное масло меня тоже попустило. И она мне, а купи горчичное. И там было несколько разных, а вот эта смотрела на меня и говорила, ну чё ты смотришь на меня, Лёля, купи меня, я его выбрала. В общем, горлинка, горчичное масло, нерафинированное, коричневое, высший сорт пол-литра, холодный, вот же. Кто-нибудь такой, юзал масло? Если юзал, дайте знать в комментах. Сейчас скажу, почём масло, ты где? 88 рублей 90 копеек. Не, конечно, оно, я давно не покупала масло, я сейчас хотела сказать, наверное, конечно, оно дорогое, можно было купить какое-нибудь там подсолнечное просто, но я вообще не в курсе, почем сейчас масло стоит. Так, фиговина ещё последняя. Я ещё давно такую хрень не покупала, а тут что-то решила купить. Каждый день освежитель для туалета лимон. 30 грамм. Причём каждый день, вот именно такую штуку от каждого дня, такую штуку я ещё не покупала. Обычно я там какую-нибудь хрень покупала, такую вижу. И подороже, и очень подороже. А это что-то вообще где-то стоило как-то совсем бюджетно. Так, где-то тут хренатень. 10 рублей 99 копеек. Короче, 11 рублей она стоила. Вроде всё, тупо я сказала. Да. В общем, в принципе, я что-то думала, у меня на косарь выйдет всё это, а вышло как-то даже меньше, чем косарь. На 715 рублей 91 копейку. У меня покупки зрителей. Если ты что-нибудь из такого юзал. Или, допустим, вау, Лёля, я тоже покупаю продукты, вещи каждый день в Ашане, или кастрюльку в Ашане, или типа того. То дай знать камень, ты будешь при этом посчитать. Ну, или просто дай что-нибудь знать в камень, ты можешь просто оставить камень. Можно же негативно оставить камень. Главное, если он будет агрессивно настроенный, то я, наверное, его дарит. А если будет просто такой вот, ну, негативный коммент. Кстати, спасибо человеку, что разъяснил, что гордина – это не гордина. Я всегда думала, что гордина – это та доска, на которую всё вешается. А это как-то по-другому называется. А, карниз. А карниз, я думала, это такая фигня у окна с другой стороны. Ну, я вообще такая в фрустрации. Всем пока! Не забудь поставить палец кверху.